Раз в полчаса! Участники акции перекрытия дороги на подъезде к Малоге установили негласные правила. Пропускают только скорую помощь, а для автобусов график раз в полчаса. Не все водители собираются входить в положение протестующих. Эмоции льются через край. Люди намерены стоять до победного результата. В Малоге Белгороднестровского района вторая за последнюю неделю акция протеста. После трагедии на пешеходном переходе люди не получили должной реакции и вышли бороться за установку лежачего полицейского. Рано с 9 утра пришла сюда, потому что вопрос открытый у нас по лежачим полицейским остался. Детей сбивают, сбивают взрослых. И возле школы это просто уже страшно. Через голову писали, собирали родители, подписи писали везде, куда только можно. Но на сегодняшний день ничего не сделано. Жители Малоги готовы установить ограничительница в свой счет. Среди участников акции можно даже увидеть человека с импровизированной копилкой. Ему доверили сбор денег на лежачих полицейских. Ты сам откуда? Я? Да. Выпаснялся. Выпаснялся. Точно выпаснялся? 100%. Паспорт показать? А? Покажи и паспорт даже. А я из Малоги. На, я даю тоже. Ну я сам лично. Но когда мы будем строить, чтобы ты тоже присутствовал тут. Понимаешь? Я же буду командой. Чтобы нам не сказали, что мы начинаем делать и перекрыли нам дорогу, мы еще виноваты будем. Возле школы в Малоге также многолюдно. Местные заблокировали движение возле пешеходного перехода, где на прошлой неделе насмерть сбили ребенка. В этой группе митингующих встречаем главу Малоговской объединенной территориальной громады Олега Немачука. Он говорит, без соответствующих разрешений дорогу областного значения нельзя оборудовать лежачими полицейскими. Депутатский корпус и в том числе я готов выделить деньги с бюджета Малоговской ОТГ на установку этих лежачих полицейских знаков, ограничения скорости. Но нам нужны разрешительные документы на их установку. Тем временем первая группа протестующих дозванивается в офис областного филиала службы автодорог Украины. Людям пообещали в начале следующей недели начать работу по оборудованию ограничителей, но для этого нужно письмо от главы объединенной громады. 4-5 марта 2019 года около Маложской школы будут проводиться работы по установке лежачего полицейского. Потом будут ставиться светлоотбивающие знаки, потому что там нет ни знака, ни детей, ни школа, ни пешеходный переход. Абсолютно ничего. Ждем до понедельника. Письмо из Малоги дорожникам отправили, и люди разошлись по домам. Однако протестующие отметили, если 4-5 марта не начнется установка лежачих полицейских, местные жители возьмут инициативу в свои руки, а точнее инструменты. Разрежут асфальт и попытаются оборудовать ограничители самостоятельно.